Чтобы с вашим дымоходом не приключилась никакая шляпа, нужно место выхода дымохода из кровли качественно герметизировать. Для этого нужно использовать мастер-флэш и силиконовый герметик. И сейчас нас ждет мастер-класс по установке мастер-флэша. Евгений, прежде чем приступишь к мастер-флэшу, скажи, пожалуйста, почему ты убрал печной герметик? Мы закончили с основным дымоходом. У нас осталось одно соединение, это зонт. Зонт никогда не садится на герметик, потому что в случае, при необходимости, когда приходит время сделать ревизию, если там будет загерметизировано, зонт невозможно будет практически снять, потому что герметик очень плотно прилегает. Слушай, ну и еще одна особенность, это мастер-флэш, который устанавливается на односкатные крыши. 60 на 60, есть 60 на 75 удлиненная вариация. В данном случае здесь это не нужно. Удлиненные вариации мы стараемся использовать там, где дымоход проходит близко к коньку, либо очень большой уровень наклона кровли, что мешает крепить саморезы в зоне напротив дымохода, потому что очень большой угол, и, соответственно, подлезть саморезом не представляется возможным. Даже угол 90, специальная насадка на шумоверт, не всегда спасает таких случаев. И у нас с тобой это мастер-флэш номер 2, да? Номер 2. То есть у него минимальная сейчас идет 180, мы будем расширяться по 200, потому что в зимний период при большом натяжении резина теряет свои эластичные свойства, и происходит такое, что когда, допустим, после зимнего периода, весной, когда сходит снег, при интенсивной эксплуатации дымохода, он разогревает снег вокруг, который превращается в лед, и создает такие резцы своеобразные, которые без проблем могут порезать как мастер-флэш, так и, в принципе, завалить дымоход. Поэтому в данном случае мы используем как дополнительное средство защиты. Это юбка, которая будет закрывать часть резинового элемента, то есть в случае даже если он будет порезан, какое-то время до замены его вода, которая будет в осадке, либо в тайне снега, будет предотвращать попадание влаги в чердачное помещение, что в свою очередь приведет к тому, что не нужно будет менять вату, и, соответственно, проход перекрытия, то есть влага обычно стекает по дымоходу и попадает именно в эти зоны. Ну, плюс ты еще силиконовым герметиком пройдешь, да, наверное? Обязательно. Вот здесь вот дополнительно проходится, чтобы вообще исключить возможности подтекания. В случае замены это все разбирается, флэш спокойно снимается, заменяется, и, соответственно, у нас никаких вопросов не возникает ни к проходу в плане влажности, ни к утеплителю, который находится в крови. То есть сейчас мы будем делать следующую процедуру. Это увеличение мастер-флэша под нужный нам диаметр, которые указаны на верхней части. Вот, 200, 225, 250 и 275. В данном случае нам нужно... То есть вот появился маленький здесь зазорчик, но в данном случае он не заходит. Вот здесь вот можно увидеть, что здесь есть зона реза своеобразная. Если он за нее не заходит, то есть вот в данном случае нужно быть аккуратным, чтобы не пошел заусенец дальше. Иначе мастер-флэш со временем просто по этому злущенцу может разойтись дальше. Производим первоначальный замер. Нам нужно понять, в каком положении будет находиться мастер-флэш. Все по уровню. То есть вперед-назад, вправо-влево. В данном случае я делаю только метки вперед-вверх-вниз. И вправо-влево резинка дает мне такой разбег. Она также является легким поддерживающим элементом для дымохода. То есть потом это будет, естественно, фиксироваться на жесткий растяжник. Да, мы по нему поговорим отдельно. Что лучше гнется, кровля или мастер-флэш? Подготавливаем центральную часть. Выравниваем и сравниваем. Вот эти зазоры. То есть дальше прямая часть. То есть вот уголочек мы прижали, зафиксировали. Мы смотрим, что он стоит ровно. Но при дальнейшем сгибании у нас не получилось, как это бывает под коньковыми элементами, под конек, когда мастер-флэш заводится, вверху нет возможности сделать полный поворот, и мастер-флэш становится вот. Перекос пойдет, да? Да, имеет перекос. Трапецию, скажем так, образовывает. Так, а силиконить мы будем только, наверное, вот эту часть, верхнюю, да? Да, вот здесь вот у нас, как можно обратить внимание, вот здесь вот отеков не будет, потому что волна, то есть перепрыжки здесь не получится. С этой стороны точно так же, поэтому мы будем силиконить только верхнюю часть. Нижнюю часть и боковую мы не силиконим. При углах наклона, когда, допустим, кровля абсолютно ровная, либо наклон составляет 5-10 буквально градусов, там нужно силиконе все четыре стороны, потому что подтекание, то есть, допустим, какой-то налет в виде шишек, грязи и прочего может, допустим, здесь скопиться, и он просто перелив будет образовать. Это бывает в том числе и зимой, когда есть, допустим, некачественно сделанные перекрытие межэтажное, то есть, почему в шардак выступает теплый воздух, образовывается конденсат, и вот в этих местах, то есть, он набегает и идет перелив. То, что снег здесь его не пускает, он примораживается, а вот здесь возле трубы теплый момент, и бывало такое, что образовывался перелив. Было несколько адресов, где нам нужно было выехать и, соответственно, устранить подобную проблему. Так, нижняя часть, поскольку не герметится, мы ее прихватываем для удобства. Я не использую киянку, потому что киянка оставляет следы, вмятины. Ну, в данном случае это не особо критично, здесь особо смотреть некому, но бывают места, где мастер-флэш входит на участок к заказчику. И дабы, чтобы не возникало вопросов, мы делаем это все вручную, и оно мягче идет. Женя, крепим саморезами к боковым граням, да? Да, в данном случае к боковым. То есть, ну, я делаю это для семей, внизу можно делать для одной, но здесь образуются мелкие щели, это неэстетично, как минимум. И, опять-таки, я вот говорил про перелив, то есть, есть больше возможностей для доступа к переливу. Крепим вот, начинаем от центра. И постепенно переглядываемся. Так, метки, предыдущие, которые были нанесены по карандашику, ниже их где-то на полтора сантиметра наносим обильным силиконом. Без дополнительных запасов, чтобы он сильно не вылазил. Когда будем прокручивать саморезы и приминать, все это дело, излишки силикона выйдут наружу, что является показателем того, что наполнение сделано в общей части. Съехал немножко. Не критично. Нет, не критично. И задача сейчас убрать нижний, то есть, по сути, используем остатки, вылезшие, как грунт. Стараемся сделать гладкую поверхность, чтобы вода спокойно, не имея препятствий, текала. Вот в этих точках она, конечно, будет задерживаться, но в зоне повышенного риска, скажем так, вода не задерживается. Подтянем штаны, да, чуть-чуть? Подтянем штаны, да. Обязательно нужно прослугить при монтаже шубки. Или как в некоторых магазинах они ее называют фланцем. Некоторые, это магазин Фарнакс. Обязательно, чтобы не был зацеплен нигде мастер флэш к юбке не было вот здесь, он случайно не попал, потому что когда дом будет усаживаться, он потащит за собой мастер флэш, что может привести к чрезмерному его натяжению и соответственному рюмку. Слегка подтягиваем, проверяем ровность расположения элемента дистанцируем его. оттягиваем от души верхнюю часть верхней комуты. Нижний стягивается сам. вот так. Почему стянулся слишком туго? Может, вот здесь вот у юбки образовывается карман, который нужно будет заполнить. такое нам очень уверенно по кругу наносим герои. О том, для чего это делается, было сказано выше. Любимый момент пальцевания, да? Да. Чтобы узнать, как закрепить дымоход к ровле, чтобы его не деформировало и не снесло сходящим снегом, смотри ролик до конца. Женя, ответственный момент. готовишь распорки для того, чтобы снегом нашу трубу зимой не снесло. Не снесло. И соответственно выровняем у уровня. Пока ее не затягиваем. Там есть небольшой сил для регулировки. Иногда это очень важно. Жень, как правильно устанавливать все-таки распорки? Как распорки или как тяги? Ну, вот в данном случае она будет выполнять нитрую тяги. Потому что сходящий снег будет тащить ее вниз. Она будет сопротивляться. Если мы развернем и поставим их вниз, то нисходящий снег будет на нее давить. Не растягивать ее, а сжимать. Что приведет к тому, что, несмотря на то, что они жесткие, вес снега может достигать нескольких тонн в зависимости от угла наклона кровли и ее расположения. И, соответственно, эти растяжки их просто гнет вместе с дымоходом. Не исключено, что в некоторых случаях, если человека уговариваешь поставить снегозадержание дополнительное, он отказывается. Их рвет и так. В таком случае происходит обратное. То есть они ломаются здесь, дымоход давит вниз, здесь они сопротивляются и его сломывают в сторону конька, а не обратно. То есть если он, допустим, отломился и он не упадет, а останется на кровле, а не пойдет вниз. То есть такое тоже бывает. Да, бывает. Плюс-минус стоит по уровню. Как мы будем дорегулировать сейчас? Смокируем растяжки. То есть неизбежно, когда мы прикручиваем лапки к кровле, уходит, да. И ты вот перемещением вверх-вниз вот этого хомута вновь регулируешь вертикаль. Да. Полное видеомонтажа печи Сибирь с дымоходом УМК смотри на канале Форнакс Филм. Ссылка вверху и в описании. Поэтому сильно не затягивал, чтобы здесь не осталось световым. Не забываем просиликонить соединение, потому что резинки остались сверху и вода самотеком под кронштейн может затечь и перейти в кровлю. Вот с верхней стороны мы делаем вот этот уголочек отбойничек такой, чтобы вода входила вокруг. Обильно, но без фанатизма залепляем полностью всю вот эту конструкцию. Снизу не надо, потому что туда вода уже не будет. даже если будет упадать кровля на них заходит. мастер-флеши различных размеров, расцветок и под разный угол установки дымохода ты найдешь на сайте farnax.ru и в розничных магазинах Farnax. Там же в огромном ассортименте различные материалы для монтажа дымохода. Ну а на сегодня все. Счастливо!